В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Битва за город на Волге. 75 лет со дня Сталинградской битвы отмечают в стране. Новые проекты для привлечения туристов. В Кандалакше собираются построить мотосанную трассу. Помощь выпускникам, как сдавать ЕГЭ. Подробная видеопамятка. В России сегодня отмечают 75-летие Сталинградской битвы. Сегодня во многих городах нашей страны прошли праздничные мероприятия. А в самом городе на Волге большой парад. Сегодня, 2 февраля, в день, который стал переломным в ходе Великой Отечественной войны, вспоминают тех, кто мужественно сражался за свою страну. И благодарят тех, кто сумел выстоять. Слова поздравлений звучат сегодня и в адрес нашего земляка, Саватия Богачева, участника битвы за Сталинград. В Кандалакше он остался один. Один из тех, кто, не жалея силы жизни, боролся за мирное небо над головой. Участник Сталинградской битвы, ставший переломной в ходе Великой Отечественной войны, Саватий Александрович Богачев. В свои хорошо за 90 он выглядит бодро и подтянута. Хотя жизнь его не была сладкой. Напротив, полна нелегких испытаний. Зимой 42-го Саватий Богачев мужественно сражался с фашистами под Сталинградом. Был серьезно ранен, но после выздоровления снова вернулся на фронт. Войну Саватий Александрович закончил командиром танка. На груди ветерана немало наград. Среди них самые важные – медали за отвагу, за оборону Сталинграда. Есть и благодарности от Сталина за отличные боевые заслуги. Все военные операции, в которых был задействован Саватий Александрович, помнит, как сейчас. А то, что трудно было, не скрывает. Все для фронта, и мысли, и все туда. По приблизительным подсчетам, в битве за Сталинград потери обеих сторон составили более двух миллионов человек. Подступы к городу на Волге были усеяны телами погибших. Сами немцы называли путь к городу дорогой смерти. Сталинградская битва повернула ход истории. Именно эта победа остановила немецкую военную машину. После нее вермахт окончательно потерял инициативу. Взятие Сталинграда было стратегически важной задачей для захватчиков. Ведь в случае успеха немецкая сторона получала полный контроль над наиболее значимым узлом коммуникаций. Сегодня в Мурманской области прошли мероприятия по тестированию новых технологий проведения единого госэкзамена. На этот раз перед ЕГЭ будут выводить на печать полный комплект экзаменационных материалов, а после переводить бланки ответов в электронный вид. В Кандалакшском районе для апробации этой процедуры была выбрана третья Аллакуртинская школа. Как сообщается, процедура прошла без сбоев. А чтобы сами экзамены состоялись на отлично, Рособранадзор подготовил серию видеороликов для выпускников этого года. Разработчики заданий ЕГЭ этого года подготовили серию видеолекций, в которых расскажут выпускникам, как лучше подготовиться к государственным экзаменам и разберут основные темы. Всего доступно 12 роликов. Их уже можно посмотреть на канале Рособранадзора в Ютубе. Как подчеркнули в ведомстве, в видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета. Даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий. Далее коротко расскажем о других заметных событиях дня. Наступает пора встреч выпускников. По традиции праздничные вечера проводятся в первую субботу февраля. Нынешний год не исключение. Девятая школа приглашает бывших учеников на встречу 3 февраля. Начало в 13.00. Ну а в 16.00 свои двери на встречу выпускникам откроет первая школа. На 5 часов запланирована встреча выпускников в 10 школе. Она также состоится 3 февраля. В Мурманской области установлены сроки зимней охоты. Согласно постановлению главы региона, охота на зайца, горностая, ласку, рассамаху, а также боровую дичь продлится в Заполярье до 28 февраля. В выставочном зале Музея истории города состоится показ цикла документальных лент, парящих в полюсу. Фильмы рассказывают об истории проектирования и развития дирижаблей, их применения в военной сфере, научных изысканиях и гражданских перевозках. Киноленты охватывают всю историю дирижаблестроения, начиная с 1852 года. Первый показ фильмов «Парящие к полюсу» будет организован уже в эту субботу, 3 февраля. Все о сезонном вирусе сотрудники Роспотребнадзора проводят горячую линию, посвященную вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Задать свои вопросы специалистам-эпидемиологам Кандалакшани смогут в понедельник, 5 февраля, обратившись по телефону 315-00. «Путь к успеху ребенка» – так называется цикл психолого-педагогических мероприятий, которые в течение февраля пройдут на базе 10 Кандалакшских детских садов, в частности, 4, 12, 15, 16. Главная цель тренингов – наладить взаимодействие и развить межличностные отношения между ребенком, родителем и воспитателем. В Кандалакшском районе планируют построить мотосанную трассу, протяженность которой составит 42 километра. Это один из основных проектов, которые местные власти планируют реализовать в самое ближайшее время. Как ожидается, новый объект позволит стать нашему району более привлекательным для туристов. Первые шаги уже сделаны. На протяжении двух последних лет администрация района проводила активную работу в этом направлении. В частности, оформлялись земельные участки, разрабатывался проект освоения лесов. Теперь наступает новая фаза и, пожалуй, самое главное – необходимо найти источник финансирования. Ведь по предварительным расчетам строительство мотосанной трассы обойдется в сумму порядка 12 миллионов рублей. Средств таких в местном бюджете, понятно, нет. Вся надежда на инвесторов, заинтересованных в развитии нашего региона. Кроме того, рассматривается вопрос об участии проекта по строительству трассы в программе приграничного сотрудничества «Кулартик». Заявки на получение грантовой поддержки Евросоюз начнет принимать в начале мая текущего года. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие выходные. Я же с вами прощаюсь до понедельника. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Хорошего вам настроения, приятных выходных и до встречи.